Всем здравия! Сегодня в этом видео хочу рассказать вам, почему я собственноручно заквашиваю дома молоко с помощью заквасок специальных и получаю натуральные, пробиотические, способные восстанавливать микрофлору, кисломолочные продукты питания, а не покупаю готовые сквашенные кисломолочные продукты в магазине. В чем же разница домашней кисломолочной продукции и магазинной? Вот я прихожу, например, в магазин в надежде купить какой-то качественный кисломолочный продукт на лактобактерии, который способен восстановить микрофлору. Магазин довольно крупный, сетевой кисломолочной продукции должно быть большое разнообразие. Вот мы видим на прилавке и ряженку, и снежок, и кефир, и кефирный напиток, и далее у нас идут простокваши, и в отдельном отделе даже есть йогурты. Но если мы поподробнее остановимся на каждом конкретном отдельном продукте, мы обнаружим, что не так-то просто найти сквашенный кисломолочный продукт на лактобактериях и вообще узнать состав полный этого продукта, узнать, какими именно пробиотическими микроорганизмами был сквашен этот кисломолочный продукт, поскольку производители почему-то в составе не указывают конкретный вид штаммов бактерий, которые они использовали, а указывают просто слово «закваска». Вот, например, простокваша. Мы видим в составе только молоко и закваску. Какая-то закваска – неизвестно. В данной простокваши абсолютно то же самое – молоко и закваска. В третьей простокваши тоже закваска – загадочное слово. Вот ряженка, где точно так же указано просто слово «закваска». Далее у нас идет снежок, и здесь помимо ненужного сахара также есть закваска. Если мы берем рассматривать состав кефиров, то мы видим, что в состав входит молоко и закваска на кефирных грибках. Однако ни в одной научной статье я не видела рекомендации ученых о том, что кефирные грибки восстанавливают нормофлору кишечника человека. Также попался мне биокефирный продукт, который содержит молоко, закваску опять на непонятно каких бактериях. И также обогащен этот продукт бифидобактериями. Он, конечно же, сразу дороже. И однако мы знаем, что бифидобактерии плохо преодолевают кислотный барьер желудка. И, соответственно, их чаще всего употребляют в капсулах. Ну, здесь хотя бы бифидобактерии. Далее я иду в отдел с йогуртами в надежде найти йогурты без сахара. Это, оказывается, сделать очень сложно, поскольку все абсолютные йогурты имеют в составе наполнители, загустители, стабилизаторы, улучшители, красители, ароматизаторы, естественно, сахар или другие подсластители. И найти без добавок йогурт довольно непросто. Однако, вот мне попадается йогурт, тоже также обогащенный бифидобактериями, но неизвестной закваской заквашенной. Опять же, молоко, закваска и вот обогащен он бифидобактериями. Я думаю, знаете, если бы там было что-то ценное из лактобактерий, производитель бы не забыл это упомянуть. Единственный продукт на сегодняшний день кисломолочный, в котором указан вид лактобактерий, лактобактерии Козеи, например, и лактобактерии Ромнозус, это маленькие такие иммуномодулирующие кисломолочные продукты по типу Актимель и Мунели, которые продаются во флакончиках по 100 мл. И вот производитель, указывая нам в составе лактобацилла Козеи и лактобацилла Ромнозус, утверждает, что употребление даже 100 г такого кисломолочного пробиотического напитка в день позволяет поднять иммунитет человеку. Однако, при детальном рассмотрении состава, мы, конечно же, видим, что продукт содержит, кроме полезных бактерий, ароматизаторы, загустители, регуляторы кислотности, глюкозу и так далее. То есть, вещества, которые нам не особенно нужны, не особенно хотелось бы их там видеть. Да и кроме того, мы прекрасно знаем, что цена 100 мл такого вот заквашенного лактобациллами продукта питания приравнивается к цене литра, целого литра молока. То есть, я могу заквасить дома своей закваской на тех же бактериях Козеи целый литр молока по той же цене, по которой могу купить готовый продукт в 100 мл баночке. Ну, несопоставимая, конечно же, стоимость. Естественно, домашние продукты, мало того, что они, я думаю, содержат большую концентрацию лактобактерий, так они еще и выходят в 10 раз практически дешевле. Взяв в руки даже детские пробиотические продукты питания, например, йогурт, предназначенный для питания детей с 8 месяцев, я не нашла в нем лактобактерий полезных. Например, я опять вижу все тоже молоко, сахар, различные добавки на вроде крахмала, кукурузы, загустители и так далее. Закваска, опять это загадочное слово, непонятно, что содержащее. И затем обогащен этот продукт, указанно бифидобактериями. Но, как мы помним, бифидобактерии у нас являются анаэробами, в верхних отделах желудочно-кишечного тракта они не живут и плохо преодолевают, так скажем, кислый барьер желудка. Но, однако же, почему лактобактерии ценных штаммов производителей кисломолочной продукции жалеют, для меня загадка. А если в магазине удается найти специальный кисломолочный продукт, например, мацони, то оказывается, что цена его очень высока. Например, 90 рублей за 250 мл, что в пересчете на литр выходит 350 рублей. Цена в собственноручно заквашенном мацони, конечно же, отличается очень и очень сильно. Ну и далее, для того, чтобы качественно сравнить, как ведут себя продукты кисломолочные покупные и как ведут себя продукты кисломолочные заквашенные дома самостоятельно качественной закваской на лактобактериях, я взяла два образца. Я переложила покупной кисломолочный продукт, свежий, в баночку стеклянную, чтобы мы могли наблюдать за ним со всех сторон. И также рядышком в другую стеклянную баночку я поставила заквашенный в тот же день кисломолочный продукт свой домашний на закваске мацони. И вот я хочу оставить оба этих кисломолочных продукта при комнатной температуре на какое-то неопределенное количество дней и посмотреть, как они будут меняться, какие метаморфозы и превращения с ними произойдут. Для начала хочу показать вам консистенцию этих двух продуктов. Итак, посмотрите, вроде бы на вид одинаковые белые, но вот покупной магазинный продукт кисломолочный течет. Он, видимо, вязкий и тягучий. А вот у продукта собственноручно заквашенного, посмотрите, какая глянцевая поверхность, насколько это тугой продукт. А сквашен он из обычного магазинного дешевого молока в пакетах. И для начала я хочу измерить PH этих продуктов, для того, чтобы понять, с какого уровня кислотности мы стартуем. И вот обратите внимание, что на вкус эти продукты немножко разные. Покупной магазинный кисломолочный продукт ощущается во рту как более кислый, а приготовленный дома, сквашенный с помощью лактобацилл, кисломолочный продукт на вкус пресный, совершенно без кислоты. Но бумага лакмусовая, лакмусовые наши полосочки, показывают нам идентичный уровень PH на уровне приблизительно 4 единиц. Ниже 4,5 это совершенно точно. Оставляю эти продукты стоять при комнатной температуре, портиться, так скажем, и буду следить за тем, что с ними происходит. И спустя 5 дней домашний кисломолочный продукт остался все таким же, с глянцевой поверхностью и приятным запахом. А вот продукт кисломолочный магазинный отстекнулся, и поверхность его покрылась плесенью. Вот в одном месте вы можете это прекрасно видеть. Я, к сожалению, не могу микробиологию проверить этих продуктов. У меня нет лаборатории и микроскопа. Но, однако, визуально мне такой картинки достаточно. На всякий случай я выбросила эти оба продукта, потому что все-таки без холодильника они у меня хранились почти неделю. И, в общем-то, не знаю, как вы, а я свой выбор сделала. И я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Обязательно жду ваших комментариев внизу под этим видео. Жду вас и в других своих видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok